Как бы это классно не получилось, но мы понимаем, что с любым кризисом мы справляемся благодаря рыбалке, естественно. В Магнитогорске очень много подразделений, которые продают все, что нужно для рыбалки. Но ни один из них со мной не работает. Какие-то другие правила. Тем не менее, мы работаем с Агаповским центральным рынком, с магазином Рыбачок. И объясняю вам, что, во-первых, здесь вы можете купить все в действительности дешево. Во-вторых, рядом с Магнитогорском располагается большое-большое количество озер. Просто зайдите на гугл мэп, посмотрите, сколько озер в пределах 100 километров. То есть есть возможность куда ездить. И затем уже вместе с рыбалкой говорить, что вам кризис-то и не нужен. У нас какие-то странные господариусы в городе. Одни не хотят рекламировать свои автомобильные магазины, места, где вы можете поставить магнитолы, дилерские центры. Другие тупят с рекламой рыбалок. Вот и нам приходится смотреть чудненького кренделька из кабельки, который обкакал наш город. Но по сути мы можем и более, да и хватит рекламы, мы хотим рыба и мясо. Мясо после 11 часов вечера, а рыбу да хоть сейчас. И, конечно, было бы круто рассказывать про Агаповку, но как же Магнитогорск, а? Ну что же, не хотите? А вот тогда Агаповка. Итак, господа, вы приехали на рыбалку. Но лето, рыбалка и без шашлыка это вообще никак. Понимаете? И для шашлыка вот все за моей спиной сбоку тут стоит. Мангалов много всяких разных. Причем цена тоже разная. Как сделать мясо? Для мяса просто заходите на YouTube, вбиваете челейки на Алексея и шашлык. Я вам там это дело все показываю, как сделать нормальный гимервертовский, качественный, вот такой суперовский шашлык. Для вашего мангала здесь, естественно, есть и уголь, есть и шампура. Причем шампура разные, естественно. Вот. Часть вашего мангала это барбекю. То есть, такие вещи вы просто так не поставите никуда. Вот, пожалуйста, барбекю берете. Спокойненько она разбирается, никаких проблем нет. Вот. Ну и, естественно, раз вы все-таки наловили замечательную рыбку, как бы ее не покоптить. И коптильные вещи тоже есть. Вот такие штучки, коптильные штуки. У меня одна есть, но почему-то нету щепы. А щепа здесь есть. То есть, что делаете? Первоначально вы покушаете мяско. Сделаете мяско. Потом, затем уже на угли. Тут надо выбрать просто. Ставите вот эту штуку, заливаете там щепой внутри. Вот, ложите рыбку. И где-то минут на 20. Через 20 минут замечательная горячая копченая рыбка вам предоставлена будет. Вот так-то. Пофиг на магнитку, зато здесь не кинут. Потому как кинув раз в месте, где население не больше, чем несколько тысяч, краснеть придется. Поэтому принцип. Дешевые и качественные товары для рыбалки. Дело-то в чем заключается? Я иногда начал смотреть телевизор. И начал смотреть про рыбалку. И знаете, я удивился. Оказывается, вот сегодня можно ловить все, что угодно. Потому что у вас есть замечательная прикормка. В свое-то время, когда я этим делом занимался, никакой прикормки физически не было. То есть, просто берешь вот... Вот, берешь эти червей. Берешь червей. Так вот, вываливаешь. Берешь замечательного червяка. Видите, сколько их червяков. Раз, два, три. Все делается здесь. Червя насаживаешь. И попытаешься что-то поймать. Это хорошо, конечно. Но сегодня и сейчас можно прикормить все это дело. То есть, вы берете вот такую штуку. Прикормку. Тут разных много. Они хорошие. И, кстати, вот тот человек, который все это дело вам показывает. Забрасываете и вловите рыбку. Кстати, если что-то вам необходимо, вы можете сюда позвонить по телефону. 8-982-366-2374. И вам все это дело объяснят. И вы должны понять. Гораздо проще и дешевле приехать в Агабовку. Тут и маршрутка рядышком. 18 рублей. Сотка. Ну, может быть, чуть подороже. Все, что нужно, здесь есть. Конкурентов нет. Брать приятно. Я в свое время тоже занимался и блеснил. Вот. И не на сколько щек я тоже наблеснил. Дело-то было как раз в Верхнеральском водохранилище. Там сток был с другой стороны. Это была Савановка. Вот. Классно было. Щек, щек, щек. Три поклевочки. И все было у меня. Щечки. Вот. Количество блесен. Посмотрите. Какое. А вот эта штука 3D называется. Леска. Она навороченная просто. Бросайте. И не видит рыбка лесочку такую. Тоже тема интересная. Ну, а все остальное. Это придите да посмотрите. Кстати. Чуть-чуть дальше я вам покажу. Какие здесь свои катушки, естественно. И вы можете посмотреть, что катушки абсолютно недорого стоят. То есть, в принципе, за небольшую сумму вы себе можете взять и удочку, и катушки, и блесны, и все остальное. То есть, сумма будет абсолютно небольшая. Вот. И вы можете уже начинать рыбалку. Естественный вариант. Как все это дело обмазаться. И так, чтобы вас не закусали. И пожалуйста, можете себе здесь все взять. Кстати, о птичках. Не буду рассказывать о лесках и блеснах. О прочей нужной штуке. Поскольку моя рыбная практика завершилась 22 года назад. Но там еще были рыбки в Красном море. И все. Но вот кое-про что-то мне здесь рассказали. Что такое фидер? Вот сюда. Вы ставите кормушку. И выбрасываете. То есть, все, что нужно, это вот здесь. Вот. И спокойненько смотрите, когда ваш фидерочек начнет работать. Иногда можно смотреть на фидер. А иногда можно поставить и снасть такую, которая будет показывать, что наконец-таки рыбочка к вам пришла. Как только все это дело делается, вы вытягиваете. И благодаря этому грузилу, и благодаря тому, что здесь корм, это будет ваша замечательная рыбалка. Причем, вот это тоже пластилин. То есть, он не размокнет, понимаете, да? И вы будете рыбачить уже не первый раз. И не первый год. И, по сути, у вас будет все хорошо. Пластилин и прикормка. Круто. Некоторые самые одаренные дарят нам форель за 600 рублей кило. Только простите, иногда я не хочу платить. Хочу сам вытащить и провести на озере, либо на реке, ни-ни-день в том числе. И, как вы прекрасно понимаете, есть все и для ночевки. По одной простой причине. Хорошая рыба клюет либо вечером, либо утром. То есть, вы же не сможете рано утром подняться. Естественный вариант. Где вы будете ночевать? Естественно, палатки. Естественно, палатки. Естественно, замечательное оборудование. Потому что, извините, в палатке и рядышком с водой будет немножко холодновато. Поэтому, все, что нужно для нормальной рыбалки, здесь есть. Кстати, вы можете одеваться летом, так же, как зимой. Потому что, извините, прохладненько. То есть, никаких проблем. Все есть. В остальном, если вы собираетесь закидывать вашу удочку, и так, чтобы было далеко, вот замечательные сапоги, вот до суда вы можете их затянуть. И вот так. Я так, естественно, решил приколоться. А так, вот до суда. Вот, представляете, заходите. Ну, там все должно быть утеплено. И начинаете рыбачить. Вот. В остальных вещах. Носочки, фонарики, фляжки различные. Все здесь есть. И это все работает именно для вас. Вот так-то круто из ничего. Я еще раз вам замечаю. Мы можем сделать ух-передачку покруче многих. Нужно только ваше желание затарить бригаду и прокатиться. Ау-у-у. Вы где? Опять нигде? Тогда Агаповка. Итак, ценники дешевые. Потому что, потому что это Агаповка. Представляете, если в Агаповке кто-нибудь накосячил. Население слишком большое, не такое, как в Магнитогорске. Всего несколько тысяч человек. Представляете, да? Если бы здесь был какой-то косяк. Ну, такого-то и нет. Цены, естественно, ниже. Потому что и аренда, и все остальное. Это в разы дешевле. Все остальное, что бы вы могли сделать для своей рыбалки, тоже продается здесь. И прикормка, и снасти, все, что угодно, продается здесь. Поэтому смысл прихода в магазин рыбачок более чем очевиден.